Издательство Вече. Андрей Кудин. Болгарские тайны. Книга третья. Русско-болгарские отношения от хана Кубрата до совместных полетов в космос. Предисловие. Посвящен тесному переплетению судеб наших братских народов. Русского и болгарского. Даже в самые древние времена мы всегда были соседями. Когда добрыми, когда не очень. Но в основном наши народы относились и продолжают относиться друг к другу с заметной симпатией. Болгарские. И русской кириллицей. В этой связи мы вновь коснемся духовного подвига святых Кирилла и Мефодия, стоявших у истоков нашего общего алфавита. Как известно, и православие, и первые церковные книги пришли на Древнюю Русь через Болгарию. А в долгий период, когда балканские славяне на целых пять столетий попали под Османское иго, центр православия закономерно переместился в Россию. И уже она в последующее столетие питала Болгарию своей книжностью и духовностью. Общеизвестно, что именно Российская империя освободила Болгар в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов и помогла им вернуть независимость и государственность. Поэтому самый большой и главный болгарский храм в ее столице Софии, Кафедральный Патриарший Собор, носит имя русского князя, святого Александра Невского. Его истории и тайнам посвящена отдельная глава. Также в книге собрано множество любопытных тайн и загадок из жизни известных россиян, в чьих судьбах взаимоотношения наших стран оставили заметный след. Таких, как великие русские литераторы Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, пожалуй, самый популярный в Болгарии русский живописец. Русско-турецкая война и события последней четверти XIX века вызвали серьезное сочувствие в русском обществе и нашли заметное отражение в русской литературе и живописи. Из книги вы, к примеру, узнаете, кто был прототипом болгарина Инсарова из Тургеневского романа накануне. Связано с Тургеневым и другое имя, на этот раз реальное, русской баронессы Юлии Вревской. Блистательная дама двора его императорского величества, она бросила все, стала сестрой милосердия и погибла на войне за освобождение Болгарии. Тургенев боготворил ее. А в первой четверти XX века наступила уже очередь болгар принять участие в судьбе России, расколотой революцией и гражданской войной. Болгария приютила десятки тысяч солдат и офицеров Белой гвардии. И многие из них нашли там еще и применение своим разнообразным талантом – инженерным, творческим, спортивным. Любопытный факт. Младший брат известного писателя Михаила Афанасьевича Булгакова, Иван Булгаков, в качестве капитана варнинской футбольной команды дважды выигрывал национальный чемпионат Болгарии. Заканчивается третий том взлетом советско-болгарского сотрудничества в конце XX века. Буквально космическим взлетом. Даже двумя. Благодаря программе «Интеркосмос» на околоземной орбите побывали два болгарина. Георгий Иванов и Александр Александров. И на их родине очень гордятся этим фактом. Хочется надеяться, что взаимоотношения между нашими странами и в XXI веке, признаемся, не самые блестящие в первые его десятилетия, еще переживут возрождение и выйдут на новую, более высокую, чем сегодня, орбиту. Как и должно быть между братьями. Ваш Андрей Кудин. Глава первая. Есть ли у русских и болгар общая прародина? Осады Киева на пути из Варяг в Греки. В 882 году отряд варягов спускался по Днепру к югу, по традиционному пути в Византию. Однако, вместо того, чтобы мирно продолжать свой поход из Варягов в Греки, отряд неожиданно осадил Киев и захватил этот важный стратегический пункт на водном пути к Константинополю. Как бы странно ни звучало, этим нападением был заложен первый камень, фундамент протогосударства, получившего позже название Киевская Русь. Хотя следует заметить, что о хронологической достоверности того, что это было именно в 882 году, до сих пор идут споры. Современный русский народ генетически формировался столетиями, а начало ему положили несколько основных этносов, населявших территорий в среднем течении Днепра. Во времена, о которых идет речь, там проживали восточные славяне и другие племена, задолго до конца IX века имевшие контакты с варягами. Где жили болгары в те времена? В 864 году, когда болгары приняли христианство, они населяли территории в низовьях Дуная. На первый взгляд, далековато от Киева, чтобы иметь что-то общее с нарождающейся Киевской Русью. Но это только на первый взгляд. Углубимся еще на две сотни лет. Известный из византийских источников дата начала правления хана Кубрата – 632 год – может считаться и условной датой появления государства Великая Болгария, когда протоболгарские и славянские племена создали свой военно-политический союз в Понтийско-Каспийской степи. Средневековый писатель VIII века Феофан Исповедник и византийский патриарх Никифор, независимо друг от друга, называют его в своих летописях «Древняя Великая Болгария». Согласно обоим летописцам, это государство занимало пространство между Черным, Азовским и Каспийскими морями по берегам Нижней Волги, Дона, Днепра, Днестра и Кубани. Впрочем, уже в 668 году эти территории захватили хазары, вытеснив болгарские племена. Спасаясь от них, сыновья хана Кубрата были вынуждены откочевать в другие края. Аспарух повел своих соплеменников в Подунавье, а Катрак – на земли в среднем течении Волги. Оставшаяся же на старых территориях значительная часть болгар под управлением старшего сына Кубрата, Батбаяна, платила хазарам дань вплоть до X века, пока киевский князь Саитослав не захватил хазарию. Эти отраженные в исторических источниках события не отвечают на три вопроса. Во-первых, где проходила этническая граница между болгарскими племенами и племенами восточных славян в новом государстве со столицей в Киеве? Во-вторых, участвовали болгарские племена в формировании Киевской Руси? И в-третьих, можно ли говорить о симбиозе предков современного русского и болгарского народов в раннем Средневековье? Расположение славянских групп в VII-IX веках показывает, что территории государства, когда-то основанного ханом Кубратом, объединяли болгарские и различные славянские племена. Этническая разница между ними в те времена была размытой. В разные моменты истории они были интегрированы разными государственными образованиями – Великой Болгарией, Хазарией и Киевской Русью. Так что, скорее всего, в создании болгарской державы в VII веке участвовали восточные славяне, а формирующаяся Киевская Русь в IX веке присоединила и болгарские племена. Такие крупные историки, как Костомаров, Барсов, Шахматов, Рыбаков, считают, что новгородские славяне пришли с юга, из района Волыни, Среднего и Нижнего течения Днепра. При движении на север они увлекли за собой часть болгарских племен. Источники указывают, что в конце XV века на территории современной Новгородской области было две деревни с названием Болгары. Как здесь могли появиться такие топонимы? Эмигрировавший в США русский ученый профессор Георгий Тельберг утверждает, что русские восточнославянские племена анты и болгарские склавины имели оживленные торговые и экономические контакты еще до создания Древней Болгарии, хотя порой и воевали друг с другом. В конце VII века в нижнем течении Днепра, например, жили так называемые Черные Болгары. Они были соседями киевских славян. Но так как они преграждали восточным славянам путь по Днепру к Черному морю, у них часто были столкновения друг с другом. Следы пересечения этих племен видны из археологических находок на территории современной Украины, ее Полтавской и Запорожской областей. Кому принадлежали сокровища, найденные в начале XX века близ села Малая Перещепина? 29 мая 1912 года десятилетний подпасок Федор Деркач совершил удивительную находку у села Малая Перещепина. На берегу реки Ворсклы, одного из левых притоков Днепра, он обнаружил древний клад. Мальчик сказал об этом родителям, и вскоре они прибежали к месту находки вместе с односельчанами, вооруженными кирками и лопатами. В суматохе большинство керамических сосудов были разбиты, а золотые и серебряные предметы селяне унесли по домам. Несколько дней спустя полиция и прибывший вместе с ней археолог из Полтавы Зарецкий прошли по деревне, собирая ценные древние артефакты. Какая-то часть сокровищ была сокрыта местным населением, тем не менее Зарецкий смог собрать и описать около 800 предметов. Среди них сервиз с 11 золотыми чашами, 16 золотых и 19 серебряных сосудов, золотые пряжки, ожерелья с изумрудами, кольца, 230 золотых слитков, 70 византийских монет и немало других ценных вещей, в том числе костяной гребень и фигурка лошади. В общей сложности находка состояла примерно из 25 килограммов золотых и 50 килограммов серебряных предметов. Вскоре в село приехал археолог из Санкт-Петербурга, хранитель Эрмитажа Макаренко. Несколько недель он опрашивал селян, пытаясь найти спрятанные предметы. Однако большая часть припрятанного уже была продана на рынках Киева и Харькова. В 1913 году об уникальной находке председателем Императорской археологической комиссии графом Александром Бобринским было сообщено на Международном Конгрессе археологов. Также кладом заинтересовался богатый киевский меценат Богдан Ханенко, который долгие годы искал и выкупал драгоценные находки из Малой Перещепины. В дальнейшем он также передал их Эрмитажу. Таким образом, перещепинские находки в разное время оказались в музеях Полтавы, Харькова и Петербургском Эрмитаже. Во время Второй мировой войны команда историков рейхминистра Альфреда Розенберга вывезла полтавскую часть сокровища в Германию и дальнейшая их судьба неизвестна. Венгерские историки определяли предметы из-под Полтавы как аварские, аргументируя это аналогичными аварскими артефактами, найденными в Венгрии. Археолог, академик Российской академии наук Борис Рыбаков приписывал сокровища славянам, но его версия была скептически встречена научным сообществом. Советский археолог профессор Светлана Плетнева высказала предположение, что это сокровище принадлежало хану Кубрату, правителю древней Великой Болгарии и было закопано его сыном Бадбаяном после смерти отца в 665 году. Какому Кубрату принадлежали сокровища? По мнению Златы Львовой, считавшейся ведущим специалистом в этой области и являвшейся главным хранителем перещепинских артефактов в Эрмитаже, сокровище несомненно принадлежало Кубрату. Но! Истории известны два человека с таким именем. Кому из двоих Кубратов? Один основал древнюю Великую Болгарию, а другой был аварским вассалом. Именно ему, по мнению Львовой, и принадлежали сокровища из Малой Перещепины. Одним из ее аргументов является то, что болгарский Кубрат был христианином и должен был быть похоронен по христианским канонам. А в Перещепинской гробнице был похоронен язычник, по традиции погребенный вместе с сокровищами. Болгарские же археологи, естественно, отстаивают гипотезу о том, что находка связана с Великой Болгарией Кубрата. В 1989 году была сформирована совместная советско-болгарская археологическая экспедиция. За год своей деятельности она также пришла к выводу, что находка у Малой Перещепины это могила хана Кубрата. Немного раньше, в начале 1980-х годов, немецкий археолог профессор Иохим Вернер специалист по раннему средневековью опубликовал свое исследование по этой теме. Он считал, что самые ценные предметы Перещепинского клада связаны с Великой Болгарией и ее ханом. Это в основном предметы символы правителя. Парадный меч с украшенной золотом рукояткой и ножнами, золотые застежки для царской мантии, два золотых браслета, кольцо с монограммой. Часть наиболее важных артефактов является даром византийского императора Ираклия болгарскому правителю. Например, это 94-сантиметровый меч правителя, идентифицированный как личное оружие Кубрата. Вернер утверждает, что ему удалось прочесть монограмму на одном из найденных золотых колец Кубрата, подаренных ему императором Ираклием. На нем написано «Хуврату Патрикиу Кубрат Патриций». Это редкая находка для археологии. По ней можно определить конкретное имя владельца – Кубрат. Связь между императором Ираклием и Кубратом была упомянута еще в VII веке египетским епископом Иоанном Никиусским. Он писал, что будущий болгарский правитель получил образование и воспитание в Константинополе, где он стал близок к императору. Мы не знаем, действительно ли это так, но византийский император, вероятно, заключил союз с древней Великой Болгарией и удостоил ее хана Кубрата дворянским титулом Патриция. Этот союз объясняет также и наличие в кладе византийских монет. Находилась ли Малая Перещепина на территории Древней Болгарии? Хронист Феофан и патриарх Константинопольский Никифор еще в IX веке описывают древнюю Великую Болгарию Кубрата, определяя ее границы причерноморскими и азовскими степями в нижних течениях рек Днепр, Днестр, Кубань, Волга и Дон, но границы строго не очерчены. И входило ли в территорию той Болгарии место, где сейчас находится Малая Перещепина? В VII веке окрестности современной Малой Перещепины, видимо, находились в пределах Древней Болгарии. И скорее всего это были не пограничные территории, поскольку нет никакой логики в том, чтобы хоронить правителя большой державы на ее границе. То есть вполне вероятно, что болгарская территория простиралась и дальше, на северо-запад, в направлении Киева. Куда ведут болгарские корни? Византийский император Константин VII, багрянородный, называл болгар племенем анагандуров тюркские племена. И до сих пор одни историки предполагают, что они были частью тюркских, монгольских и других племен, кочевавших с востока на запад, другие считают, что праболгары скорее относятся к иранской племенной группе. Болгарские ученые с советского периода были вынуждены повторять официальные в то время тезисы о тюркском происхождении своей нации. Древняя Болгария Кубрата, с которой увязывали свои идеи апологеты иранских корней болгарского народа, в те годы как бы канула в лету, несмотря на ясные свидетельства источников. Это положение дел сохраняется и до сих пор. Летописцы указывают на наличие множества болгарских поселений в период с VII по IX века в Северном Причерноморье, между реками Днепр, Днестр, Кубань, Дон и Волга. Но в постсоветский период словно забыли о существовании древней Великой Болгарии. А ведь ее история связана с Крымом. Полуостров в разные времена был владением греческих полисов-колонизаторов, Понтийского царства, Римской империи, Византии. Его населяли еще готы, гунны, хазары, куманы. В VII веке Крым без самой южной его части на короткое время входил и в Древнюю Болгарию. Считается, что Кубрат в VII веке избрал своей основной резиденцией Фанагорию, ближайший к полуострову город. В годы социализма официальная болгарская историография так и утверждала, что Фанагория была столицей владений Кубрата. Снимались и фильмы на эту тему, но письменных источников, подтверждающих связь между Фанагорией и болгарами как не было, так и нет. Тем не менее, сохранившиеся в Фанагории памятники архитектуры и образцы керамики схожи с находками в Плиске, древнейшей столице Болгарии, основанной Аспарухом одним из сыновей Кубрата. Воины Аспаруха, чьими наследниками являются сегодняшние болгары, принесли в Плиску и на земли к югу от Дуная свою архитектуру и быт из Причерноморья, считает академик Державин. По его мнению, конница Аспаруха состояла в основном из славянских племен Уличей и Тиверцев с Днестра. Исходя из этого, Державин делает вывод, что в основе современного болгарского народа лежит восточнославянский или русский элемент. Его версия имеет своих последователей, но не подтверждена серьезными историческими источниками. Споры вокруг происхождения древних болгар запутаны еще больше из-за другой археологической находки на территории Советской Украины в первой трети прошлого века. Таинственная могила, обнаруженная на окраине Запорожья. В 1929 году на левом берегу Днепра, близ города Запорожья, началось строительство металлургического завода Днепроспецсталь, и вскоре на промплощадке восточнее села Вознесенка при выполнении земляных работ были обнаружены древние артефакты. Археологическую экспедицию на место находки возглавил профессор Яворницкий. Его ученик Гринченко и обнаружил на месте раскопок могильник, в котором были найдены три меча и множество изделий золота и серебра, характерных для мест погребений богатых правителей. Всего было найдено около 1600 артефактов, датированных Гринченко седьмым веком, поскольку находки в Вознесенке перекликались с сокровищами, найденными в Малой Перещепине. По мнению ученого, найденные сокровища – наследие древних болгар конца седьмого века времен правления Аспаруха. Впрочем, некоторые российские историки считают сокровища правителей из Вознесенки славянскими и даже выдвигают предположение, что эта могила может быть местом погребения киевского князя Святослава, но это уже X век. Летописи недвусмысленно указывают на то, что болгары населяли эти места довольно долгое время, а три меча определенно указывают на захоронение правителя. Как уже говорилось выше, в эпоху раннего средневековья меч символизировал связь такого человека с богом, и ни в одном другом из множества захоронений на этой территории никогда не находили мечей. Следовательно, в Вознесенке был похоронен представитель знати. Но в те времена в тех краях не было другого государственного образования, кроме древней Болгарии. Поэтому и можно предположить, что здесь был погребен ее правитель Аспарух, несмотря на то, что Гринченко этого не утверждает и лишь определяет предметы как болгарские. К выводу, что в Вознесенке находится могила Аспаруха, ученые приходят лишь логически при помощи косвенных доказательств. Чем занимался Аспарух в районе Днепровских порогов? Но что делал Аспарух в районе сегодняшнего Запорожья? После того, как разгромленный им в дельте Дуная византийский император Константин IV вынужден был признать болгарское царство, хан правил в Плиске. Но, согласно свидетельству летописи XI века, умер он при защите северо-восточной границы своего царства на Днепре в бою против измаильтян, хазар. Находка у села Вознесенка дает основание предполагать, что и после создания своего государства на Нижнедунайской равнине праболгары сохраняли под контролем степные земли на Северном Черноморье вплоть до Днепра. Следовательно, можно допустить, что Аспарух был убит в бою против хазар в районе современного города Запорожья. То есть не исключено, что в конце VIII века болгарские земли тянулись дальше на восток. По крайней мере, до возможной могилы Аспаруха недалеко от нынешней Вознесенки. Эта версия подкрепляется и записками множества средневековых западных авторов, согласно которым Дунай всегда разделяет Болгарию на две. Находки в Малой Перещепине и Вознесенке проливают свет на возможные места захоронения болгарских правителей Кубрата и его сына Аспаруха. Но для более плотного изучения и доказательства достоверности этих версий не хватает планомерной археологической работы, направленной на изучение истории Древней Болгарии. И до сих пор существует скептическое отношение к этим умозаключениям. Так было во времена царской России, так было в эпоху СССР и тоже видим в сегодняшних Украине, Молдове и Румынии. Именно на их территориях, согласно летописям, простиралась Древняя Болгария в VII веке. И в этих землях, несомненно, есть множество археологических объектов, которые могли бы дать больше информации о ее истории. Но они не изучаются планомерно, а промышленное строительство и искусственно созданные водоемы при строительстве ГЭС уже уничтожили их часть. С одной стороны, еще в VII и VIII веках летописцы Иоанн Никиуский, Феофан, Никифор документируют существование государства Болгария, описывают его границы и правителя Кубрата. С другой стороны, множество найденных артефактов на бывшей территории Древней Болгарии описаны как скифские и пылятся неизученными по хранилищам местных музеев. Как уже говорилось, отдельные предметы сокровищ из Малой Перещепины и Вознесенки хранятся в различных музеях в Санкт-Петербурге, Полтаве, Днепропетровске, Харькове, Запорожье. Они раздроблены по хранилищам в разных странах, их трудно изучать как единое целое. Но если проделать этот титанический труд, его результаты вполне могут определить степень болгарского присутствия в Понтийско-Каспийской степи, описанного византийскими летописцами, и помочь сегодняшним народам России и Болгарии узнать больше об исторических связях между ними.